Это будет сейчас одна из песен Аллой книги, песня о Дарине. Мы её тут несколькими голосами, со флейтой, с барабаном, в общем, достойное завершение концерта. Да, прям вот так. Можешь, пожалуйста, подержать текст, потому что мы его будем... Я сейчас попробую. А, у тебя есть текст. Окей, хорошо, не держи. У меня есть текст. Да, замечательно. Не-не-не, ты... Ну, если тебе удобно, то оставайся. Луна была ещё без пятен, Был молод мир зелёных скал, и не было простых понятий, таких, как камень и металл. Когда в преддавнем юном мире он дарен стал и шёл один, и с каждым шагом мир всё шире приоткрывался перед ним. Он называл пещеры камни, пил из неназванных ручьёв, и видел в озере зеркально отображение своё. Кольцом вокруг чела сияла корона отражённых звёзд, и всё, что озеро сказало, потом корочески сбылось. Он королём воссел на троне, могучий горный властелин. Один из тех, на чьей короне держался древний гондолин. Ещё задолго до паденья из лимных великих королей Гном Дарин расширял владенья в горах у самых их корней. Сидел он, как поют сказанья, в величественном и большом, в многоколонном тронном зале, под золочёным потолком. Сознавая, что такое праздность, его народ труду копал. Искал перилы и алмазы, попал и жемчуг добывал. Парили чудо гномьи руки, Резец писал, топор рубил. Парили чудо гномьи руки, По наховальне молот бил. Писали колдовские руны, Слагали песни на перах, Так разговаривали струны, И флейты плакали в руках, Но давно не слышна музыка тех лет. Мир помрачнел, горнов погас свет, Пепел и страт скрыл красоту гор, И ни один гномь не был там с тех пор. В пещерах каза дума мрак, По тяжким камням дарим свитам, И копим море и закрыты, Истережет их тайный знак. А в черной клади керет заром Корона из алмазных звезд, Ждет час, за что проснулся дарим, И снова гномий род вознес. А вот на этом мы завершаем наш концерт. Большое спасибо, что к нам пришли и нас слушали. До будущих встреч!